Оказать гуманитарную помощь жителям Крыма и Севастополя, такое, как наиболее значимое в числе многих других решения, было принято на заседании Общественного Совета при управлении МВД России по Брянской области. Главная тема заседания Общественного Совета – политическая обстановка в Крыму и Севастополе и участие Брянской области в судьбе жителей новых субъектов России. В этом вопросе все члены Совета были единодушны. Мы будем все делать для того, чтобы всесторонне поддерживать любую инициативу, направленную на помощь вновь реабилитенному Российской Федерации. Будем включаться практически и финансово, и материально в эти все мероприятия. Не остались без внимания сотрудники спецподразделения «Беркут». Мы с ними связываемся, ведем переписку, выясняем проблемы, выясняем нужды, которые сейчас там первостепенные, и налаживаем тесный контакт. И вот у нас недаром заложено в постановлении не только жителям республики, не только жителям города Севастополя, но и адресная помощь семьям и сотрудникам спецподразделения «Беркут». Помимо оказания помощи севастопольцам и крымчанам, а также семьям сотрудников «Беркута», на заседании Совета обсудили ряд других проблем. Одна из них – формирование общественных советов при межмуниципальных отделах полиции. На сегодняшний день данная работа выполнена во всех межрайонных отделах полиции, включая города Брянск, Карачево-Дятики. Всего сформировано 14 общественных советов, в состав которых вошли 218 человек. Организация «Досуга молодежи в области» – одно из приоритетных направлений работы общественного совета. Общественники-полицейские регулярно проводят совместные рейды по ночным клубам, встречи с молодежью за круглым столом. Не менее важный вопрос – создание общественных дружин и мобильных групп по охране общественного порядка. Мы внедрили пилотный проект, так называемый, и создали, как мы его назвали, опять же, Центр охраны общественного порядка в городе Брянске. Он включил в себя 6 добровольно-народных дружин общей численностью 134 человека. Особое внимание члены общественного совета уделили законодательным инициативам брянской полиции. Так, в прошлом году брянские полицейские внесли в областную думу ряд законодательных проектов. Например, закон о семейном дебоширстве, создание на территории региона медвотрезвителей. В завершении заседания рассмотрели вопросы профилактики преступлений и правонарушений, а также разработали план совместных мероприятий по работе с детьми и подростками и участие в подготовке конкурса красоты и талантов среди детей полицейских. Кристина Костюченко при содействии в Пресс-службу управления МВД России по Брянской области.